А перед началом ролика хочу представить вашему вниманию канал Дядя Васи. У него своеобразный контент и местами черный юмор с матом. Если хотите вспомнить, как когда-то играли в Радугу, можете посмотреть, как дед ее впервые запустил. Кому интересно, ссылочка на Васю будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Гуглишь – не узнаешь. А я гуглил много и на разных языках, но никак не мог найти ничего интересного. AirJob Nomad я тоже гуглил не раз, и все тщетно. Но недавно, загуглив абсолютно случайно несколько слов, мне удалось за что-то зацепиться. Этой зацепкой стала специальная пневматическая мина нелетального действия. Информация про эту мину была на нескольких сайтах либо заблокирована, либо скрыта, либо просто недоступна. Но на парочке сайтов мне удалось найти всю подробную информацию про эту мину. И поскольку много где информация про нее недоступна, следовательно, в интернете нету ни видео, ни четких фотографий данной мины. Как бы долго и упорно я не старался их найти. Есть только чертежи и их описание. Так что это видео вы можете поставить на фон. Видеоряд тут не будет важен. А так, в любом случае, знать не знаю, разрешено ли распространение информации об этой мине или нет, мне как-то фиолетово. Я все равно решил сделать данный видос. И если через неделю нового видоса не будет, знайте, меня прикрыли. Так вот, для начала тем, кто не в курсе про гаджет Nomad, расскажу. У нее на оружие крепится специальный гранатомет, в который устанавливаются специальные заряды. При попадании этим зарядом в поверхность, заряд разбивается, и мина вместе с липучкой остается на стене. Точнее, остается липучка, а в этой липучке сама мина. Суть этой мины в том, что враг, если подойдет к ней близко, то она взорвется, и, я так понимаю, либо сильной ударной волной, что вряд ли, либо сжатым воздухом отбрасывает бойца на пару метров. Все мы понимаем, что подобный гранатомет с миной-липучкой в реальной жизни вряд ли есть. Ну, потому что это непрактично. Но что касаемо самой мины, которая крепко сидит в липкой субстанции. Сама суть мины, которая не убивает врага, а лишь показывает ему, что его местонахождение здесь нежелательно, интересно. Поэтому, найдя информацию про пневматическую мину нелетального действия, я прочитал ее применение, которое как раз более логично, чем гранатомет с минами. Данное изобретение используется для минирования участков местности, например, перед огорожденным периметром охраняемой территории с внешней стороны, с целью предотвращения приближения злоумышленника к ограждению, а также может быть использовано в специальных операциях, в зонах проведения которых может находиться мирное население. Так как конкретно мина предотвращает приближение неприятеля, почти так же, как и в Сидже, с сжатым воздухом. Отсюда и пошло ее название – пневматическая мина. За доказательствами можно обратиться в Википедию, которая нам и говорит, пневматика – это раздел физики, изучающий равновесие и движение газов, а также посвященный механизмам и устройствам, использующим разность давления газов для своей работы. Иначе говоря, наука о движениях и так далее с помощью направления газов. К примеру, пневматические механизмы широко используются в промышленности, на предприятиях устанавливают централизированную систему распределения сжатого воздуха или другого газа. Слово «пневматика» вы, скорее всего, знаете по пневматическим пистолетам, и, в общем, по пневматическому оружию, которое как раз стреляет с помощью баллонов СО2. Вернемся к мине. Из-за того, что она использует сжатый воздух как основной способ подавления неприятеля, от этого она и получила свое название – пневматическое. Но мина по воздействию немного отличается от мины «номад». Она относится к инженерному боеприпасу кинетического и акустического действия. Объясню. Кинетика с греческого – это движение, то есть мина откидывает. Акустика с греческого – это слышать, то есть мина, помимо нарушения равновесия, при активации дополнительно издает акустические волны, что вызывает раздражение нервной системы с ограничением слухового восприятия. То есть если бафнуть мину «номад» и добавить оглушение при срабатывании, то может получиться почти полная копия пневматической мины. Разбирать полный ее состав по чертежу я не вижу смысла, потому что все эти тонкости дадут нам крайне мало полезной информации. Гораздо интереснее узнать подробный и пошаговый принцип действия мины. Для начала скажу, что устанавливается она в грунт, в заранее подготовленной лунке. То есть мина «номад» из-за особенностей геймплея устанавливается на любую поверхность с помощью липучки. Реальная же мина только в грунт, чтобы ее можно было закопать, а также она срабатывает не на расстоянии, не с помощью датчика движения, как AirJab, а с помощью нажимной кнопки, которая активируется не простым нажатием на нее ногой, а изменением давления грунта в точке установки мины. Это еще одна причина, почему мина устанавливается только в грунт, ведь сработает она, если просто наступить рядом. Так вот, после установки мины, при передвижении человека рядом, кинетическая энергия из-за сжатого воздуха воздействует на единственную точку опоры человека, откидывает назад или вверх, центр тяжести резко переносится назад, задняя нога подгибается, при этом найти вторую точку опоры невозможно, так как масса тела оказывает довольно-таки большое воздействие на согнутый коленный сустав. Икроножные мышцы, мышцы бедра и крестообразные коленные связки не в состоянии справиться с такой нагрузкой для выравнивания центра тяжести. Остается лишь упасть назад на руки или спину. Произвести какие-либо действия для предотвращения падения невозможно. Практически одновременно после детонации мины, воздух начинает течь и через элемент звукового действия генерирует звуковые волны высокой частоты, не менее 120 Гц. То есть, как я говорил ранее, акустические волны, которые воздействуют на нервную систему человека, на слух, и сигнализируют его о месте или направлении срабатывания мины. Что вряд ли заставит какого-нибудь мирного жителя продолжить свой штурм огорожденной зоны. Не беспокойтесь, друзья, на штурме зоны 51 данной мины не будет. Ведь, как я уже сказал, данная мина используется против невооруженных злоумышленников на огорожденной территории, вблизи мирного населения, так как целью воздействия этой мины является затруднение или полный отказ от передвижения противника по определенному участку местности, исключая при этом нанесение травм и увечий. На это и намекает ее название – мина нелетального действия. К слову, данные мины можно использовать не один раз. Нужно просто заново собрать нужные компоненты и наполнить сжатым воздухом. Касательно AirJab утверждать не буду. Может, его тоже можно использовать повторно, просто особенности геймплея подразумевают уничтожение мины после срабатывания. Подведем итоги. В чем разница мины Nomad и пневматической мины в реальной жизни? Во-первых, это сама липучка. Хотя у мины в липучке отчетливо видна данная мина, которая очень напоминает мину из жизни. Просто в жизни ее закапывают в грунт, дабы спрятать ее и оградить местность. В теории, в жизни можно было бы запихнуть пневматическую мину в подобную липучку. Просто это, как я уже говорил, непрактично, и нужно будет добавить датчики движения. Также мина Nomad устанавливается с помощью гранатомета, что вполне реалистично, если учитывать то, что мина в гранатомете была заряжена всем, чем нужно для срабатывания. Так что, опять же, разница в минах лишь применение. Хотя из существенных отличий я бы выделил ранее упомянутый датчик движения, который есть у мины Nomad, и который, собственно, позволяет ей сработать на приличном расстоянии, когда пневматическая мина из жизни – это полностью механика. Последнее незначительное различие – это то, что в жизни мина издает акустические волны, а AirJab – нет. Ему, конечно, добавили неприятное жужжание при установке, но могли бы и добавить свист в ушах при срабатывании, и жизни бы соответствовало, и баф был бы неплохой. Ах да, еще хотел бы добавить про отбрасывание. В игре мина чуть ли не как мешок с картошкой швыряет бойца, когда в жизни я не могу утверждать, что происходит точно так же, по причине того, что видеоматериалов у меня просто нет. Но по описанию создается ощущение, что враг падает на землю где-то на метр от мины, но не пролетает 2-3 метра, как в игре. Так или иначе, это лишь ощущение, и утверждать, что в жизни этот момент не такой, как в игре, я не буду. Что же, теперь вы знаете немного больше о происхождении гаджета Номад. Оказывается, даже у такой, казалось бы, фантастической мины есть более-менее реальный аналог. А если вам в целом понравился видос, то очень прошу вас поставить лайк. Лайки реально мотивируют. И если хотите увидеть еще больше видосов по Rainbow Six Siege, то советую оформить подписку с колокольчиком. У меня, к слову, есть свой дискорд и инста. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok